Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1067. События дня. Второзаконие 25.17 за 17 ноября 2017 года. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта? Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога? Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы владеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. 1 Коринфа 106.11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Специальный эпиграф такой взял тем, которые гоняются за мною на ресурсах, узнают, кто друзья, и сразу заваливают их мерзостями всякими. То есть, поражу пастыря, рассеются опсы. Это не верующие совершенно, а сатанелые в злобе люди, Амалик, это их дети остались где-то как-то. И вот теперь они дают потомство свое. И приходится прятать тех, которые называются верующие. Ну, некоторым они пытались пакости говорить, те им ответили, по зубам, говорится, съездили. Умылись они, говорит, своими. Ну и вот так. Их, тех, которые хорошо ответили им. Я открыто называю такой-то, такой-то. А этих просто по одной букве. Нельзя, невозможно. Целыми днями караулят где? Амаликитяне. Наши объявления попросили дать. Нужно тормознуть, почитаете. Вчера суббота. Ну, какие события? Приехал батюшка, тя Сааким. Вечерняя была. Ну, каждый занимался кто чем может. Володя там со снегом боролся. Событий-то никаких так не было. Ну, мне много пришлось смотреть в интернете. Есть 16 серий был. Вольф Мессинг. Да хочу его смотреть. Ну, это очень поучительно. Князев играет. Как он вошел? Это вообще Евгений. Человек не знал, кто, откуда, но предсказывал будущее события. Но все эти события были связаны с дьявольскими делами. Убийство и ложь. Курил. Выпивать не отказывался. Знал, когда война закончится, убийство где. Поэтому его и Гитлер знал, и Сталин знал, и Хрущев знал. Нигде не видно, что он молился. И особенно показывает, когда знал, что жена, когда Аида у него, Михайловна, заболела. И он знал, какой день, во сколько он умрет. Это надо было ждать. Святые, когда знали. Им это... Потому что знали дальше вечность. А здесь нету, видно, и жена неверующая, и он. Ужасно. Ему даже спросил один, а как ты мог жить так? Знаешь, что когда умрет жена, и считали неприличный вопрос. Нет, а верующий, иначе смотрит на все. И все время думал, ну почему же он не уверовал? Дар такой. А какой это дар? Из-за чего это такое было? На Луну смотрел, лунатик был. И перед смертью поехал в Польшу. Это все где-то там. С православием никак не связано. Вот узнаю, где какие колдуны, оттуда идут все эти, Кашпировские, все с Польши. Польша, Украина. Тоже это что-то значит. Ну почему не пришло из Дивеева там где-то? Ну тогда не было Дивеева разве? Было? Вот. Потому что в самом зачатии, в самой жизни уже сатанизм. И жена еврейка, и сам еврей. Это тоже что-то значит, почему туда так пришел к своим, и свои не приняли, а язычники приняли Христа, когда уверовал. Тут столько размышлений, и не помолишься о нем даже. Он 76 лет жил, мучился. Вот. Ну люди узнавали. Вот корова принесет бычка или телку? Ну сколько этих бычков и телок? Ну никто же не интересуется этим. Что принесет, то и принесет. Корова стоит, бабка корову привела, да, смешно. Смешно на ней, на безверие. Даже намного интереснее жить-то, когда человек ничего этого не знает. Ну что есть, он принимает, благодарит Бога. Вот сейчас узнают, у нас родится мальчик, девочка. Но еще из этого послушный он будет, непослушный, верующий, неверующий, этот, он еще неизвестно. Хулиган будет какой-то, бандит. Вот надо узнать, кто, а зачем. У нашей мамы 12 детей было, и 10 живых. И никто не старался узнать. И никогда не было. И каждый год прибыль 3-5 миллионов было в России. Сейчас узнают, все. Каждый день 20 тысяч абортов в России. Что же не узнали-то, кем он будет, кого убили-то. Какие тут были проповедники, миссионеры, может быть, прервали жизнь. И что их ждет-то? Вот это надо было показать и знать. Нет. Глупости такие несусветные. Ну ясное дело, артистка играет, я все смотрел, как вот. И он тоже делает старый, уже лежит, умирает. Именно умирает. И ты веришь в это, что она такая, ну так, меняется лицо и все. Но тут видно, что специалисты работают. Мумификаторы египетские. Благословенный был день вчера. Славлю Бога. Сегодня готовимся к воскресенью, получается. В храм, занятий будет сколько. Богу слава. Богу слава.